Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами сегодня будет работать ученый-агроном Ломонос Петр. О чем пойдет сегодняшний наш ролик? О чем мы будем рассказывать? Мы сегодня разберемся, как убирать быстро и качественно убирать картофель и с минимальными потерями, чтобы были не только во время уборки, но и в зимний период. Обо всем об этом мы поговорим. В предыдущем ролике мы уже рассказывали, что мы картофель начали готовить к уборке. Мы приминали ботву, мы уже скашивали ботву у поздних сортов картофеля, а также мы уже, если нам не позволяли, работы время не позволяло, мы могли обработать удобрением. Дозы концентрации, там все было указано. Поэтому если вы это не сделали, посмотрите предыдущий ролик, и вам все станет ясно. Ну вот смотрите, когда приступать к уборке картофеля? Мы будем сегодня копать ранние сорта. Почему ранние сорта? Потому что ранние сорта в условиях Белоруссии, в центральной части, откуда мы снимаем наш ролик, они созревают где-то 20 августа. И первым признаком созревания ранних сортов является то, что их ботва становится сухой. Ботва уже сухая, все, значит эти сорта можно копать. Если так брать более такие основы, такие научные основы, надо считаться, что картофель начинает убирать при среднесудочной температуре воздуха, то дневная плюс ночная разделить на половину, 8-10 градусов тепла. Ну у нас такие условия как бы уже приближаются. Почему не советуем держать картофель в земле? Он уже вырос, но некоторые огородники совершают большую ошибку. Они считают, зачем? Пусть в земле лучше сохранится. Но не забывайте, погодные условия меняются. Есть дожди, есть погода, непогода, разные условия бывают. Но самое главное, что на почве может быть запас инфекции, то есть фитофторы. Так вот, если мы рано этот картофель из почвы достанем, фитофтора наши клубни не повредит. Они будут здоровые. А если мы решим, чтобы земля сохраняла наш картофель, мы рискуем потерять урожай. Потому что за месяц, пока мы будем держать землю, эти ранние сорта наши могут повредиться фитофторой, ризоктаниозом, другими болезнями. И в итоге, вместо качественного хорошего урожая, мы будем копать больные клубни. Хотя у нас картофель вырос хороший. Это один нюанс. Второй нюанс. Осень часто бывает сухая. Сухая, теплая, сухая осень. А теплая, сухая осень, мы не забываем, что под нашим картофелем в этой земле могут жить проволочники. Могут жить хрущи, такие белые толстые червяки, которые вы тоже видели. Если мы картофель расставим в земле, им надо влага. Влаги нет. Что они будут делать? Они будут грызть наши клубни картофеля. Так что неизбежные, опять же, потери раннего картофеля будут из-за того, что их будут повреждать различные вредители. Этот вопрос, надеюсь, уяснили. Для чего мы рано копаем, начинаем рано уборку раннего картофеля. Следующие нюансы, что мы будем делать. Значит так, сейчас у моих есть мотоблоки. Есть мотоблоки, и они просто-напросто картофель, как бы эти клубни, отпахивают. Отпахивают. Ну вот, а дальше я посоветовал бы. Есть такая вот тяпочка. Лопата с такими широкими зубами, и вот такой только тяпочкой. Если вы будете клубни отпахивать, такой тяпочкой мы будем просто эту землю разгребать. Тяпочка с более узкими зубьями, она будет травмировать наши клубни. Ну, все копают мотоблоками. Есть лопаты. Лопаты могут быть в двух модификациях. Лопаты могут быть в двух модификациях, часто такая вот поменьше и побольше. Такая стандартная лопата. Такие лопаты тоже копают ноги нашей грудники лопатами. У этого инструмента при всех плюсах, ну что хорошо, пероворачивая земля, разбивается. Есть большой минус, что почва может налипать. Когда сырая земля, почва налипает на такой инструмент. Гораздо, конечно, удобнее и лучше. Это будет, мы еще не будем копать, будем использовать садовые вилы. Вот такая простая конструкция. Очень эффективно копают. Вдобавок, с помощью ее очень легко, если у вас есть корневища пырея, их очень легко достать из земли. Так, ну, с инструментами мы определились. Погоду. Погоду должна быть солнечная. Выбираем солнечный день. Когда моросит дождь, лучше картофель, пусть день-два подождет. Потому что мокрый картофель потом придется долго просушивать. А налипшая земля, это опять же источник различных инфекций. И там же, к тому же, в прилипшей земле могут сохраняться и вредители, которых мы просто-напросто не увидим. Ну, копать картофель, как бы, не проблема. Значит, выкопаем картофель. Опять многие делают ошибку. Копают картофель и сразу же начинаем сортировать и где-то засыпать какие-то, ну, мешки, там, у сетки. Это тоже делать не надо. Вы сразу выкопайте картофель. Я покажу это в ролике. Мы сразу выкапываем. И пусть у нас часа два-три полежит на солнышке. Пусть он обсохнет, прогреться и обсохнет. Только после этого мы станем его собирать и сортировать на продовольственной и семенной. Почему необходимо сортировать сразу картофель? Потому что мы сейчас, он такой светлый, он все заметно. Мы видим, где различные повреждения, болезни. Мы их можем отбросить сразу продовольственные и скушать просто-напросто. А вот если лесной будем сортировать, картофель становится кожура темнее, становится темной. И мы не видим. И уже больными клубнями, то есть с признаками болезни на кожуре, мы можем посадить нашу картошку. Вот не забываем об этом милансе. Далее, копаем картошку. Вот я тоже наблюдал такую картину. И вот в наших роликах есть заблуждение. Копают картошку в дождевую погоду. Копают картошку в дождевую погоду, потом под навесы. Картошка должна, правильно, она должна хрыться под навесом. Почему? Чтобы она не зеленела. Чтобы не накапливался там вещество, называется солонин. Солонин, чтобы не накапывался, а это ядовитое вещество для человека. Чтобы они не накапливались о клубнях, продовольственные картофель под навесами просушивают. Но у вас не такие большие объемы. У вас же только картофель, градка, две посаженные. Я бы посоветовал просто-напросто вашу картофель помыть. Поверьте, мыть картофель перед хранением на своем участке вы можете. Это не производство, где там тоннами-тоннами картофеля, там такое нереальное сделать. А вы на своем участке можете промыть. Промытый картофель просыхает буквально в течение одного-двух часов. Он просыхает и сразу видно его внешнее состояние. Видны ли повреждения. Это особенно важно, когда после суглинок. Суглинок такой налипший и вы не можете оценить состояние внешнего клубни. Помыли, вы сразу увидели. Он быстро просыхает. А потом, если он просох, он вызрал и просох, он будет хорошо храниться. Не надо думать, что он потом просто сгниет. Не будет он гнить. Поверьте моему опыту, я это уже много раз пробовал и очень доволен. Но если ваш картофель выкопали, выкопали там копалкой, артофель копалкой выкопали, тоже многие есть в вашем участке. Значит, вы его тоже рассортировали. И опять же, картофель необходимый весь любой и продовольственный, непродовольственный. Вот, подержать. Подержать первые дни, потому что первые дни картофель, это называется лечебный период. Это 10-15 дней, это самое, где-то 2 недели, до 2 недели, картофель, думаю, при температуре где-то плюс 10 градусов, побыть. Для того, чтобы зарубцовались все раны, все порезы и прочее. Ну, тут я вам подскажу один маленький секрет. Смотрите, мы как бы картофель можем собирать различные. Вот, мы можем собирать щетки. Такая вот часто у продажи есть щетка. Ну, я скажу, что я не в восторге, потому что эта щетка как бы одноразовая. Ну, один-два раза взял, и она рвется, очень быстро рвется. Я обычно не жалею денег, покупаю такие щетки, более густые, более плотные, многоразовые. Вот, в этих щетках картофель очень хорошо хранится. Вот, но, если приходится копать после копалки, значит, ну, не знаю, собрали-собрали картофель, я предпочитаю свой картофель засыпать в такие вот мешки, в обычный полипропиленовый мешок. Засыпаю в такой мешок картофель, вот, и вот эти две недели, пока лечебный период, я выдерживаю в этих мешках. Я не высыпаю ни в кучу, ни на никакой. Я выдерживаю в мешках. Что это дает? В чем заключается мой секрет? Значит, картофель, который уже поврежден сильно фитофторой, или какими-то другими болезнями, он просто-напросто сгнивает. Потом, когда я мешок высыпаю, надо его перебирать, и все эти сгнившие клубни, они все сразу же удаляются. Они не попадают в подвал, и они в дальнейшем уже не будут заражать следующие клубни. Вот, запомните, это вот такой очень-очень простой способ, чтобы отбраковать здоровые клубни от больных. Это в течение двух недель выдержать их в мешках. Ну, конечно, прикрывать солнце, чтобы солнце не падало на эти клубни. Так что, надеюсь, понятно. Вот, опять же, у многих возникает вопрос, на какую глубину копать? Как глубоко, как далеко от куста откапывать? Значит, я замечу, что сорта картофеля, они, клубни растут на чем? Растут на столонах. То, что эти росточки отходят, на которых клубни, называется столон. И вот на столонах, на конце столона, завязывается клубень картофеля. Так вот, смотрите, в производстве, если копается копалка, длина столона не имеет никакого-никакого значения. Вот, поэтому там может столон отходить на 40 сантиметров от центра куста. Если мы копаем вручную, для нас очень важно, чтобы все клубни были компактно, чтобы были компактно вокруг этого нашего куста. Ну, обычно глубина, на какую будем копать, составляет 20 сантиметров. Больше 20 сантиметров там нечего эту землю ворочать, там как бы клубней нет уже, это самое. Это знаете сразу. Это в любых сортов, то ли длинная столон, то ли короткая столон, 20 сантиметров глубина, на которую мы будем выходить. Потом, когда будем копать куст, независимо от того, там вилами, лопаты, от куста мы отступим. Где-то 15 сантиметров, от центра куста мы отступим. Даже, может, идет 18 сантиметров, отступим и будем доставать картофель. Вот это очень важно. А по столонах, что вам удобнее, вы определяйтесь. Я просто приведу такой простой пример. У меня был сорт Атлант. Прекрасные вкусовые качества, прекрасное все. Но у него очень длинные столоны были. И этот картофель при ручной уборке, при копалке он прекрасный, а при ручной уборке он повреждался. Все время я его то одновидно напаривал, то лопатой резал. Поэтому он практически, хотя высокие, хорошее вкусовое качество и хорошая урожайность, но пришлось расстаться именно за того, что он травмировался при уборке. Какой сорт подобрать, чтобы меньше травмировался, это вы решаете сами. Вы экспериментируете. Один сорт возьмите, второй и определитесь с сортом. Потому что дать характеристику всех сортов, их только белорусских в реестре, 70 сортов, а так вообще это 150 сортов в белорусском реестре картофеля, знаете, нереально охарактеризовать каждый сорт. Это надо не один ролик, это надо показать каждый сорт. Но у меня такой возможности нет. Потому что я выращиваю где-то сорта 5-6 сортов ежегодно. И картофель, каждый год я стараюсь, покупаю новые элитные семена и опять стараюсь возобновлять. Вот еще опять же нюанс. Если вы выращиваете один какой-то сорт, и очень давно, или он очень вам нравится, значит, что я посоветую? Сразу провести и отбор, селекционный отбор этого картофеля. В чем будет заключаться отбор? Если вы будете копать картофель вручную, такой старый сорт, значит, знайте, что есть кусты урожайные, есть малоурожайные. Так вот, именно при ручной уборке вы можете все малоурожайные кусты выборковать, а с кустов, которые дали хороший урожай, высокий, оставить клубни на семена. Вы сохраните здоровье этого сорта и будете выращивать его на своем участке. Запомните этот нюанс. Надеюсь, прозвучавшие советы помогут вам в уборке картофеля, помогут определиться, что вам подходит, более подходящее из нашей рекомендации. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова